Владикавказский вагоноремонтный завод в следующем году получит новый заказ. Это позволит обеспечить стабильную загрузку предприятия. Еще несколько лет назад ВВРЗ был на грани закрытия. Тогда в дело вмешался глава республики Вячеслав Бетаров. Он помог заполучить новые заказы и сохранить рабочие места. Сегодня стоит вопрос о перепрофилировании предприятия, чтобы выйти на новые мощности. Тему продолжит Галина Григорян. Вернуть былую славу и большое количество заказов. С такими мыслями работники вагоноремонтного завода приходят на работу каждое утро. Сейчас у предприятия кризис, нехватка заказов. Необходимо модернизировать завод, чтобы он мог создать новые современные вагоны. Это цех по ремонту пассажирских вагонов. Именно здесь вагон проходит всю технологическую цепочку реконструкции. Его планируют модернизировать первым. Если это удастся, то завод сможет получать больше прибыли и создать более 50 новых рабочих мест. О перепрофилировании вагоноремонтного завода говорили давно. В первую очередь это необходимо для сотрудников. Это позволит не только повысить зарплаты тем, кто уже работает, но и создать новые рабочие места. Особенно последние четыре года, первый квартал или первое полугодие, была очень низкая загруженность производственных площадей и мощностей. Точно так же и люди тоже были, простые рабочие, даже оставались без работы. И приходилось, что греха таить, без содержания уходить к всему заводу, целыми неделями работать или трехдневные рабочие недели даже бывали. Помочь обеспечить стабильную загрузку предприятия приехали специалисты из федеральной пассажирской компании. В планах в дальнейшем проводить ремонт вагонов нового типа, с кондиционированием и на новых мощностях. Такие планируют создавать в РЖД по всей стране. 2019 год мы сегодня определились с планами. Как минимум 97 вагонов капитального ремонта первого объема мы будем осуществлять на Владикавказском вагоноремонтном заводе. Это тот объем, который позволяет на протяжении всего 2019 года обеспечить стабильную загрузку завода. Мы сейчас рассматриваем варианты привлечения структурных подразделений РЖД для обеспечения загрузки по другим направлениям. Не только капитальный ремонт вагонов, но и также ремонт колесных пар. И другие вопросы, которые связаны с теми профессиональными компетенциями, которые на сегодняшний день в заводе существуют. На проблемы Владикавказского завода обратили внимание благодаря депутату Госдумы Артуру Таймазову. По его просьбе специалисты осмотрели основные цеха завода, ознакомились с производственным процессом. Гостей встретил и глава республики Вячеслав Бетаров. Он заверил, что республика окажет необходимую помощь, чтобы завод заработал в полную мощность. В тех условиях, в которые сегодня там люди работают, тоже, наверное, на многих, не много таких заводов в России осталось, чтобы вот так люди работали в тех условиях, которые были созданы в 70-е, 60-е годы. К тому были благодарны, если бы были осуществлены инвестиции в обновление оборудования, технологических линий. Владикавказский вагоноремонтный завод недавно отметил свой вековой юбилей. Сейчас на предприятии трудится порядка 500 человек. В планах не только перепрофилировать завод, но и обучить сотрудников на более современном оборудовании. В этом направлении и будут вести работу. Галина Григорян, Игорь Войтиховский, Новости Осетии.